У Апландии по-карагандински. В шахтерской столице есть свой сказочный городок. Тасбулак – счастливая местность. Здесь не только можно отдохнуть, но и лицезреть необычные ледовые фигуры. В минувшие выходные в зоне отдыха прошел финал конкурса зимних скульптур. К слову, состязания такого рода проходят в области уже четвертый раз. Подробности из сказочного конкурса в материале наших корреспондентов. Горный отель Тасбулак, что в Каркаролинске, в эти выходные собрал сотни отдыхающих. Но главными героями дня стали скульпторы, которые приехали на ежегодный конкурс ледовых фигур. Участников всего 12, а география их обширная. Караганда, Павлодар, Каркаролинск и даже Астана. По условиям конкурса скульптура должна быть не выше 2,5 метров. Так приказали судьи. Будут победители, будут побежденные. Но самое главное будет красота скульптуры, которую вы сегодня видите на своих экранах. Мы приглашаем вас к нам в горный отель Тасбулак. Айбек Иманкулов уже четвертый год участвует в этом состязании. Заливать ледовые фигурки его хобби. Сильные морозы, ветер и холод не помешали юному скульптору добиться своей цели. Его шедевр – символ наступающего года. Вот моя работа. Змея. Ну и надпустатку лак. Приезжайте, отдыхайте. Очень классно. Победителем конкурса стал именно Айбек Иманкулов. Он получил от организаторов 150 тысяч тенге. Теперь юные скульпторы соберутся здесь на следующий год. А сотрудники фишин Нобильного горного отеля приглашают всех желающих встретить Новый год в счастливой местности Тасбулак. Анвар Шаликенов, Бауржан Алипов. Первый Карагандинский. Новый Карагандинский.